Шок и паника, царившие на открытии рынка в понедельник, уже сегодня сменились на смятение и растерянность. Наиболее очевидно и уверенно ведут себя сырьевые товары. Ценам на нефть не удалось избежать сильнейших колебаний, но, как и предполагалось, котировки на черное золото в итоге все же уверенно двинулись в рост. Причина очевидна – война в Украине и многочисленные санкции, превращающие одного из крупнейших экспортеров нефти в экономического изгоя. Чем больше западных и азиатских стран присоединяются к санкциям, тем сильнее опасения по поводу будущего дефицита энергоресурсов. Пока нет ощутимых результатов переговорного процесса, рынки смотрят на нефть как на актив, который продолжит дорожать. Вопреки колебаниям цены, все же ближайший прогноз выглядит минимум как топтание вокруг цены в 100 долларов за баррель, либо рост стоимости. По уже устоявшейся традиции говорить о сигналах инструментов технического анализа не приходится. Рынки во власти паники и бравых спекулянтов. Как результат, в понедельник фьючерсы на нефть марки Brent продемонстрировали достаточно сильную волатильность. Котировка сначала резко упала от 100 долларов за баррель в район 90 долларов, после чего не менее стремительно вернулась к исходным позициям. Восходящий цикл не теряет актуальности на рынке, так что сегодня, преодолев недавний ценовой разрыв и достигнув стоимости в 102 доллара за баррель, черное золото может продолжить умеренный рост своей цены. Ну а на валютном рынке рубль продолжает кидать из стороны в сторону. Дела у российской валюты не очень. Из хорошего Банк России и Минфин вчера смогли стабилизировать курс. На открытии торгов рубль пробил исторический минимум, ну а уже в середине дня смог закрепиться ниже 100 рублей за доллар. Тем не менее, пока о победных настроениях можно забыть. Действия регуляторов были эффективными, но все это меры временного сдерживания. Учитывая, что российская валюта испытывает беспрецедентное давление, говорить о реальных предпосылках к росту рубля не приходится. Расти в подобной ситуации рублю попросту некуда. В лучшем случае он какое-то время будет оставаться в районе текущих значений. Но вероятность новой волны ослабления крайне высока. Поскольку рынок продолжает демонстрировать прямую зависимость от геополитических новостей, составлять технические прогнозы не приходится. Валютная пара USD-RUB в ближайшее время может продолжить метаться в пределах 93-99 рублей за доллар, а может уйти в застой на нынешних значениях. Все зависит от новостей, санкций, действий регуляторов. Единственный актуальный совет следить не за инструментами технического анализа, а за информационной лентой. На волне всеобщей паники выделяется золото. Желтый металл не то, чтобы демонстрировал стабильность, скорее налицо некое оцепенение, причина санкций в отношении Банка России. С рынка вытеснили крупнейшего игрока, который в сложившейся ситуации должен был создавать повышенный спрос на желтый металл. Инвесторы, похоже, пребывают в растерянности. С одной стороны, рост глобальных рисков способствует росту интереса к защитным активам, в число которых входит и золото. С другой стороны, если сейчас активно покупать золото и способствовать росту его стоимости, то возвращение Банка России в игру может обернуться решением о массовой распродаже актива по более высоким ценам, что неминуемо приведет к обвалу рынка и фантастическим потерям. Так что пока нет хотя бы какой-то определенности, рынок золота вполне может банально топтаться на месте. Пока же мы можем говорить о следующем. После крутого пике фьючерсы на золото восстановили восходящий цикл. Движением это назвать сложно. Скорее всего, в ближайшее время актив сформирует ценовой коридор, где в качестве нижней границы канала будет выступать стоимостью 1.880 долларов за унцию. Верхний рубеж может разместиться в районе цены 1.920 долларов. При всем этом тенденция на рынке по-прежнему восходящая, что сохраняет за собой перспективу последующего роста стоимости актива. Таким прогнозом мы встретили весну. Следите за нашими новостями и держите руку на пульсе главных мировых новостей. Ну а пока мы прощаемся с вами и до новых встреч на канале.